Олег Дмитрий Иванович, доцент Российского государственного университета кафедры истории и теории исторической науки. Не могу не начать с удивительного ощущения присутствия в ленинской аудитории ровно 30 лет и 3 года спустя того момента, когда я пришел сюда студентом. То есть только теперь я сижу с другой стороны и, в общем, впечатление незабываемое. Тему, которую мне поставил Алексей Савельев, это тема реформы и реформатора, связанная с трудными вопросами русской истории, связанной с новым учебным стандартом. И я действительно потрясен тем, что в первом издании трудных вопросов по истории XIX века не было вообще. Вопросом номер семь были проблемы петровских преобразований, вопросом номер восемь были проблемы падения монархии. Потом эти вопросы раздвинулись, стали девятым и шестнадцатым, но зато трудным вопросом, как вы помните, стала оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III. Но хронологически это все равно, что трудный вопрос оценка внутренней политики Николая II, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Вот такой трудный вопрос. И поэтому я чувствую себя достаточно свободным в том, чтобы как-то обозреть вообще ситуацию и попытаться выступить с другой стороны. Я два года назад преподавал в средней школе, но не думаю, что что-то сильно изменилось, чтобы как-то практически посмотреть, что делать педагогам с этими трудными вопросами. Опыт мой, общение с авторами учебников показывает, что никакие новые учебники не пишутся, а просто переписываются и перелицовываются под новые учебные методические стандарты. Только что в большей части вы увидите эти новые учебники, ну это будет как раз перелицовка старых и хорошо знакомых. К сожалению, в самых распространенных учебниках самые большие проблемы. То есть легендарный учебник Данилова и Косулина, если вы помните, объясняет, что главной причиной неудачи Александровских реформ Александра Первого была боязнь разделить участь погибшего отца, который пытался в своей политике не считаться с интересами большинства дворян. А, например, основная причина, по которой Александр Второй пошел на реформы, написано, что ему, военному человеку, осознавшему причину поражения России в Крымской войне, казалось, что нужно вставать на путь реформ. То есть удивительно упрощенная система, которая крайне проста и понятна для школьника. Как в том анекдоте, когда отцу проще объяснить ребенку, что он работает пианистом в ресторане, чем рассказывать очень сложное название его профессии в компьютерных технологиях. Вот примерно такая же система. То есть это просто, это детям понятно, боялся, что убьют, поэтому свернул реформы. Или, например, был напуган поражением в Крымской войне и поэтому провел великие реформы. К сожалению, самый массовый учебник, и в этом смысле, конечно, не знаю, будет ли это исправлено, но меня беспокоит то, что современные достижения движения исторической науки в эти учебники попадают крайне просто. Общаясь с людьми из других издателей, знаю, что учебники пишут не лучшие специалисты, а те, которые готовы писать за небольшой гонорар и быстро. Либо те, кого вообще не интересует. Гонорары, к сожалению, может быть, поэтому проблема остается практически нерешенной. Когда она будет решена, в общем, достаточно серьезный вопрос. Я поэтому хотел бы рассказать, сделать обзор вот тех научных продвижений по проблеме реформ и реформаторов вообще по политической истории 19 века, на которые, может быть, имеет смысл обратить внимание. То есть у нас прямо по Гегелевской триаде прошло изменение оценок вообще 19 века его политической истории и форм реформаторства. Сначала в качестве тезиса было страдание русского общества от засилья самодержавия. Затем, начиная с 90-х годов, было усиление роли государства и как раз продолжение рассказов старой традиции о том, что государство – это единственный европейец в России, что все реформы проводит государство, а общество от него отставало. Ну, вот и сейчас, думаю, что, посмотрев последние работы по тематике по 19 веку, вот биографию Александра Первого Лишенко, еще целый ряд работ и диссертаций, я смотрю, что крен идет как раз обратно, может быть, даже и к Ключевскому, который говорил, что главная проблема 19 века – это взаимодействие государства и общества по пути трансформации общества. То есть, искали, несмотря на то, что одни говорили об абсолютно отрицательной роли государства и самодержавия, другие говорили, наоборот, о исключительно положительной роли государственности, никто раньше не обращал такого внимания на взаимодействие государства и общества. И здесь мы видим, например, да, что выходит диссертация, посвященная декабристам, которые достигли высших воинских чинов, высших государственных чинов при императоре Николае. То есть, скажем, в старом и, слава Богу, забытом учебнике Зырианова, как вы помните, вообще считалось, что все декабристы, ну, во-первых, они вышли на площадь, провели бескровное восстание, а во-вторых, после этого они все пострадали и при Николае уже никак не могли самореализоваться. Но вот вышедшая недавно в Екатеринбурге диссертация декабристы на государственной службе в период правления Николая I показывает, что как минимум 13 человек, которых, собственно, автор и берется рассматривать, достигли высших чинов при Николае. Конечно, при расширенном толковании понятия декабристы, но он как раз основывается на алфавите декабристов Мадзалевского и на всем известном справочнике Мироненко. Это и граф Перовский, Кавелин, Суворов Рымницкий, брат графа Перовского, Василий Перовский, Павел Граббе и так далее. Достигли, да, ростовцев, с которым вообще отдельная история. То есть 13 человек достигли высших чинов от министра внутренних дел до командира гвардейского полка, там Шипов такой был, один из двух братьев декабристов. И задачей как раз этого исследования показать, каким образом либерально-реформаторские традиции, носителями которых с точки зрения автора диссертации, были как раз декабристы, реализовывались в Николаевское царствование. Он показывает, что и как раз, да, наверное, ростовцев это классический пример. Но с легкой руки Гордина мы знаем, что все было не так и что ростовцев на самом деле был тайным декабристом и пришел напугать Николая и так далее. Но внимательный анализ не только книги Гордина, в которую он ввел в оборот эту историю, но и даже попытки научно обосновать эту теорию, показывает, что как раз все было гораздо проще. И действительно, ростовцев так же искренне и романтично, как декабристы выходили на Сенатскую площадь, пошел на прием к императору Николаеву. Если мы посмотрим дневники Никитенко позже, с которым они были дружны, ростовцев я имею в виду, мы увидим, как они общаясь и ростовцев страшно переживают. А правильно ли меня поймут, правильно ли истолкует мой поступок, имел ли я право пойти к императору, приедать друзей. И Талли Никитенко ему сказал, что все зависит от того, как вы дальше будете работать и что вы дальше будете делать. И как раз то, что ростовцев становится во главе дел по крестьянской реформе, не доживая, правда, до 61-го года, как раз и показывает, как вот эта декабристская линия, проходя через Николаевское царствие, работая, ростов, вспомните, возглавлял военно-учебное заверение и так далее, проходя через высокие чины, она тянется через всю Николаевскую эпоху. И вот эта преемственность и связь государства и общества очень хорошо видна и на личном примере Ростовцева, не говоря уже о Перовском и так далее. С Перовским другая история, но может быть я к ней вернусь, когда буду говорить о Николаевском царствовании. По самому Александру Первому, последнее направление, последние оценки, если мы возьмем, например, работу Лишенко в том, что традиционно мы называем его реформатором, но каким-то, чем больше смотрим, да, все эти три реформаторские попытки Александра Первого, ну, начало царствования Спиранский, от Польши до революции 20-х годов, мы видим, что, собственно-то, Александр был, ну, в крайнем случае человеком, который не мешал их проводить. В 1801 году, как вы помните, да, первая продажа земли осуществляется по инициативе адмирала Мордвинова, а не по инициативе Александра. В 1803 году вот этот знаменитый указ правительственному сенату о разрешении отпуска крестьян на волю, это инициатива графа Румянцева. И выяснилось, что не существует законодательного способа дать крестьянам свободу и продать им их же землю. И получается, что первая реформаторская волна, за исключением вот тех благодушных идей Александра, которые, помните, в 1797 году он еще в будущем кругу молодых друзей обсуждал и говорил, что я должен спасти Россию от тирании, я должен дать России свободу, и потом Россия будет наслаждаться свободным правлением Конституции, а я уеду из России и так далее. Но реально все упиралось в то, что хотели и что проводили те самые высшие государственные чиновники, которые, собственно, способствовали приходу Александра к власти, которые испытывали свои определенные интересы. То же самое влияние Спиранского, да, без Спиранского пошел бы Александр на все эти преобразования. И потом, какой сильный отток был после того, как Спиранский в 1809 году издал свой знаменитый указ об экзаменах на чины, и знаменитое стихотворение, тогда ходившее, я встречал его, правда, уже у Лишенко, да, прямо про нас. Какие времена должны мы слушать курсы, судебные места все превратятся в бурсы. Вот чин ассистерский, талико вожделенный, ты убегаешь днесь, когда я восхищенный мнил обнимать тебя, как друга, как алтын, быть может, навсегда прости любезный чин. Сколь тяжко для меня степенно человека учиться начинать прожившего уж полувека, какие каверзы, какое зло для нас о просвещении грозящий нам указ. Экзамен на классные чины вызывает массовое недовольство Спиранским как раз вот в этой самой чиновничьей прослойке. И дальше уже, когда это доходит до самого верха, ну, пересказывать историю о заговоре и свержении Спиранского в этой аудитории наивно, но тем не менее мы видим, что реформа-то прекращается вместе со Спиранским, и Александр переключается на решение других задач. И, наконец, третья волна тоже. До какой степени Александр хотел преобразовать Россию? И мы знаем, что он даровал Польше Конституции, потому что это было обязательство на Венском Конгрессе, и он просто хотел оставить Польшу за собой, он не мог не даровать ей Конституцию. Но, казалось бы, Новосильцев все разрабатывает, но если дальше мы начинаем анализировать ситуацию, мы видим, что действительно Александр уходит в религию, и знаменитая запись возвращенного Спиранского из ссылки гласит, сейчас процитирую точно, разговор о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде. Отсюда заключение. Не торопиться с преобразованиями, но для тех, кто их желает, иметь вид, что ими занимаются. То есть вот эта сторона, мы говорим вроде бы, что Александр обращается к консерватизму, Александр поворачивается к практически государственной реакции, и выясняется, что Александр просто, ему это все становится неинтересно. Естественно, что в советское время много говорить о религиозности Александра, можно было только на уровне анекдотов, да, но я помню, как в этой же аудитории, Лишенко как раз у нас читал историю, он говорил о намазоленных коленках, что и на детей тоже производит сильное впечатление, о Николае от постоянного падения на колени во время моления. Но между тем, для Александра, конечно, но между тем мы действительно видим, что для Александра это как раз эволюция вверх. То есть мы можем не соглашаться с этой позицией, но когда Александр под влиянием 12-го года уходит в религиозность, он начинает понимать, что все эти реформы – это какая-то щита и мелочная суета человеческой жизни. Письмо графине Мещерской 1820 года. Дело идет об изыскании средств против владычества зла, распространяющегося с быстротой при помощи всех тайных сил, которыми владеет сатанинский дух, управляющий им. Это средство, которое мы ищем, находится, увы, вне наших слабых человеческих сил. Какие реформы, если все это вне наших слабых человеческих сил, если все решает Создатель? Один только Спаситель может доставить это средство своим божественным словом. Воззовем же к нему от всей полноты, от всей глубины наших сердец, и доспособит он послать дух своего святаго на нас и направить нас по угодному пути, который только один и может привести нас ко спасению. То есть получается, что Александр просто пускает дело политических реформ на Саватёк, кто-то ими занимается, и неудивительно, что отмена крепостного права готовит Аракчеев, потому что главное дать поручение, а дальше уже как получится. И неудивительно, что ничего не получается из Конституции Новосильцева, ну и неудивительно, что декабристы разочаровываются в Александре, и это ведет вот уже к противостоянию государства и общества. Вторая, на мой взгляд, тоже крайне серьезная проблема, это проблема того, почему не получилось вот это взаимодействие общества и государства в Александровскую эпоху. И здесь как раз Лишенко, а до него вот безвременно ушедший Сергей Сергеевич Секиринский, говорили о том, что выяснилось трагическое общество государства, что Александр как бы заманил общество в участии в реформировании, и таким образом спровоцировал его на активные выступления и так далее. То есть определенная роль Александра в провокации развития общественного движения. Ну помните, раннее декабристское общество, стремление помочь Александру. И потом он их неожиданно бросил, оставив барахтаться самим, оставив все свои религиозные идеи. И вот это пятилетие до 25-го года было попыткой этого нашего общественного движения, в том виде, в каком оно было у декабристов в данном случае, действовать самим, но и действовать, как выяснилось, скажем так, достаточно своеобразно. Еще одна важная проблема преемственности, я уже перехожу, наверное, к Николаевскому царствению. Мне Алексей Савель сказал, что в конце я буду говорить о своих книгах, но вот в качестве визитной карточки Николай I в серии Жизел и Бенкендор в серии Жизел вышли у меня. А это переиздание Дрофинского учебника, которое вышло в издательстве «Форум» в прошлом году, «Инфреэм», как раз по курсу истории. Но учебник это, естественно, для неисториков, где я попытался вот все это совместить, современные взгляды показать и так далее. И вот здесь, занимаясь Николаем, я обратил внимание, что главная проблема недооценки Николаевского царствования в том, что оно воспринимается как некий конечный продукт, уткнувшийся в эпоху великих реформ. То есть, традиционная точка зрения, что да, Крымская война была расплатой за плохое Николаевское правление, что она показала всю гнилость и бессилие Николаевской России, как вы знаете, хотя она показала гнилость и бессилие Краевской Англии тоже, потому что у них там тоже были серьезные политические проблемы. Дело в том, что вот этот раздел, он не связан, собственно, с Николаем и с Крымской войной. То есть, наверное, вы тоже видели этот самый простой и классический опорный конспект, где весь XIX век рисуется цифрой 19, очень удобно, потому что средние разделяющие черта – это 1861 год. И вот эти вот нижние, вверх-вниз, вверх-вниз – это прекрасное совершенно изображение политики. Александр – первая реформаторская линия, Николай – первая консервативная линия, Александр – второй реформаторской линии, Александр – третьей консервативной линии. И вот эта цифра 19 очень хорошо запоминается, и школьники, абитуриенты с большим удовольствием вот эту вот схему рисуют. А дальше вы ее уже наполняете, сюда внешняя политика, сюда общественное движение. 1961 год – водораздел, и слева наверху, да, можно написать по старинке феодализм, справа капитализм, по-новому слева традиционное общество, справа индустриальное общество. Но Николай-то, эпоха которого пришлась на слом традиционного общества, он не знал, он не читал марксистов, и не знал, что его эпоха – это кризис феодально-крепостнической системы, поэтому, естественно, действовал как мог. И здесь Николаевское царствие, на мой взгляд, я пытаюсь эту линию провести в книге о Николае, в определенной степени переходное царствие к эпохе великих реформ. Потому что, с одной стороны, на входе мы видим классическую фразу Александра Первого «некем взять». А на выходе мы видим тоже не менее классическую фразу из книги Джаншиева «Эпоха великих реформ», знаменитая публицистическая книга начала XX века, недавно переизданная, тоже, наверное, фраза знакомая. «Не весть, откуда взялась эта когорта знающих, думающих людей, которые…» Вопрос – как же это «не весть, откуда?» То есть, получается, что все Николаевское царствие, если оно принципиально отрицательное, значит, оно этих людей не готовило. Очень сейчас активно разрабатывается тема либеральной бюрократии. То есть, если раньше все это относили на только Николаевского царствия, то Лишенко сейчас пишет, что как раз и диссертация его декабриста, пишет, что либеральная бюрократия начиналась еще в Александровскую эпоху. И как раз становление вот этого слоя, которое в определенной степени повлияло, и значительной степени повлияло на проведение эпохи Великой Реформ, оно и приходится на конец Александровского царствия и на все Николаевское. Действительно, если мы посмотрим, то скажем, училище правоведения основано в 1842 году. Именно из училища правоведения выходят те специалисты, которые потом будут готовить судебную реформу. Академа генерального штаба, самый известный выпускник, конечно, Дмитрий Милютин, который проводил военную реформу и оказавшуюся достаточно сильной и эффектной, которую потом даже Александр III не стал менять, хотя мог бы. Вот это вот как-то вдруг является очень странным, потому что классический вопрос, а кто воспитал Александра II как реформатора? Вроде мы об этом пишем, но как-то забываем, что действительно удачный, уникальный случай воспитания профессионального императора был проведен именно Николаем Первым. Программа воспитания, вы знаете, им лично утверждалась. Причем среди воспитателей, да, Нужуковский классический пример, но, скажем, целая серия педагогов, которые были достаточно либеральных воззрений, возьмите Плетнева и Константина Арсеньева знаменитого, которого, если вы помните, в 1822 году выгнали из Петербургского университета за либеральные воззрения. А Николаев его себе, Николаев его взял к себе в школу гвардейских прапорщиков и, встретив Греча инициатора, встретив Рунича, да, и Магницкого, инициатора этого дела, он сказал, что «Спасибо вам большое, выгоните еще, я их всех к себе возьму». То есть вот этот Константин Арсеньев, отец будущего либерала, да, он как раз был воспитателем и учителем Александра II, как раз теоретик знаменитого разделения общества на производящие и непроизводящие сословия. В определенной степени это он стал говорить о долге непроизводящего сословия перед производящим, лет за 50 до Лавру. Это вот, диктофон все-таки упал, я Алексея предупреждал. Так вот, да, вместе с батарейками. Так вот, получается, что Александр готовился как профессиональный император, и более того, у нас есть документальное подтверждение того, что Николай, обращаясь к Александру, и как раз говорил о том, что он видит преобразование России в долгой перспективе. Он говорил, мне хотелось взять на себя все тяжелую черную работу, чтобы тебе досталось царство нелегкое. Если положить на это уже, ну, достаточно документально подтвержденное свидетельство того, что Николай завещал Александру II освободить крестьяна крепостного права и завещал освободить Болгар от турецкого гнета, то есть в определенной степени реванш за Крымскую войну, то мы видим, что эта подготовка и была вот такой. То есть Николай, простите, был вообще сторонником прогрессистского воззрения, если угодно, на истории, потому что мы, анализируя его тексты, умеренно прогрессистского, конечно, и не в либеральном смысле этого слова, но анализируя его тексты, мы видим образ движения, характерные не для консервативного мышления, а как раз для гораздо более либерального направления. То есть он постоянно говорит, Россия идет смело, но медленно вперед, Россия продвигается, мы должны помогать России двигаться вперед и так далее, и так далее. Это постоянно встречается в письмах Николая, стало быть, он действительно видит необходимость преобразования. Вот это Николаевское реформаторство, оно заметно мало, и кажется, что он все больше тащил и не пущал. Ну, как уже говорил, да, что проблема была в том, что Николаевской эпохи искали политических преобразований. Вот эта линия российского либерализма, идущая от традиций исторической науки второй половины XIX века, где политика является доминирующей, она пыталась искать все преобразования и формирование в политической сфере. Вот почему более-менее нам все понятно с Аспиранским, он действительно пытался преобразовать, создать парламент, создать двухпарламентную систему, и если бы она была создана, это большой вопрос, кстати, в 1810 году, практически на 90 лет раньше, чем она была создана, то, возможно, Россия, ну, вопрос в том, была ли бы она создана. Вот это ощущение, но дело в том, что при Николае-то проходили совсем другие реформы. Три слова, которые, да, с Николаем как-то не вяжутся. Ёлка, подсолнечное масло и сберкасса, они все, в принципе, не имеют отношения к политике, но такая культурная традиция, как немецкая рождественская ёлка, была введена Николаем и прижилась в России в Николаевскую эпоху, то есть массовое празднование с ёлками в России в 30-е годы наблюдается в 1830-е. Подсолнечное масло, его промышленное производство, а это стало быть экономика и легкая промышленность, при Николае I в 30-е годы в России налаживается. Ну и сберкасса, благодаря тому, что Сбербанк недавно пышно отпраздновал свой юбилей, все знают, что в 1841 году система массовых сбережений тоже была введена при Николае I. Вот вам, пожалуйста, культурные изменения, вот вам, пожалуйста, экономические изменения, вот вам, пожалуйста, финансовые изменения, я уже не говорю о реформе конкрена финансовой, тоже она сама по себе чисто экономическая, укрепление рубля, создание надежных финансовых запасов и так далее. Она же не имеет прямого отношения к политике, но каким образом без финансового укрепления государства вообще проводить реформы, на какие деньги, это действительно остается серьезным вопросом. Большой вопрос, конечно, и вопрос до сих пор нерешенный, это роль Уварова. Либерал до мозга костей, человек либерального воспитания, который в неожиданно нам знаменит, только как автор знаменитой триады известен, но эта триада слишком уж экспонируется на 20 век, потому что мы говорим о создании государственной идеологии. Но ведь вы знаете, что Уваров говорил только о началах просвещения, о началах, на которых должно воспитаться юношество и начала, на которых должно работать Министерство образования. Ни о каком сверху внедрении государственной идеологии речи не шло. В всяком случае, вы это не найдете в документах, а скорее найдете вот в исследовательских работах, где это воспринимается как некий должный факт. Совершенно, ну, говорят очень много о Киселеве, но он как-то стоит вообще в отрыве от Николаевского царствия. Человек, который, собственно, и разработал программу крестьянского реформирования, начал с государственных крестьян именно потому, чтобы создать их образец для реформирования крестьян крепостных. И более того, накануне эпохи мрачного семилетия он проводит знаменитую реформу инвентарей, а это был первый приступ к отмене крепостного права, потому что шла инвентаризация помещивого и крестьянского имущества, для того, чтобы потом было понятно, что и как разделить. Кроме того, если посмотреть деятельность наместников и николаевских, мы тоже не видим среди них грубых консерваторов. Если взять Воронцова, а сейчас там уже всплыши вопрос о Новороссии, мы видим, что Воронцов вообще относитель либеральной традиции в России и очень многое сделал не политически, а экономически для развития сначала Новороссии, а потом и Кавказа. Собственно говоря, умиротворение Кавказа и конец Кавказской войны связаны и подготовлены именно Воронцом, который понял, что не войной нужно умиротворять Кавказ, а культурными преобразованиями. Ну, в Олубкинском дворце любят рассказывать историю о саде Воронцовском, который не просто он спланировал, а потребовал архитектора, чтобы он ему показал, как этот парк будет расти через 50 лет, через 100 лет и через 150. Вот это вот ощущение длительности времени, оно вообще характерно для Николаевского царствования. Уже упоминавшийся Перовский с его проектом отмены крепостного права. Муравьев Амурский, который тоже был джетульским губернатором подор Николаю идеи отмены крепостного права и потом отправился на Дальний Восток, но считался либералом, как вы знаете, при его попустительстве сбежал из ссылки Бакунин, его дальний родственник. То есть он относился к нему достаточно терпеливо. Другое дело, что в Николаевских действиях можно видеть вот характерную неторопливость. То есть ему казалось, что он будет жить вечно, что все это можно не спеша подготовить, что Россия не получит какого-то внешнего вызова со стороны европейских держав. Соответственно, Крымская война может оцениваться по-другому, поскольку это не проблема реформирования, то касаться, наверное, ее не стоит. Но вот это неспешное движение, оно характерно для Николая. И знаменитая булгаковская фраза о том, что беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен, она в том числе распространяется и на Николая. То есть вот эта подготовка, длительная подготовка реформ, экономическая, культурная. Можно, конечно, но это гораздо интереснее дискутировать о теории официальной народности, которую, как вы знаете, Пыпин так назвал, при Николае такой фразы не было. Как что? Как консервативная, скажем так, чрезмерно ультрапатриотическая система и желание отделить Россию от всей Европы? Или как раз та проблема, о которой говорят исследователи Александра Первого, что некем взять, это потому, что он пытался европейские образцы слишком прямолинейно применить к русской жизни. И тогда Уваровская идея введения теории православия, самодержавия и народности – это попытка найти вот это обоснование самобытности России. То есть спор славянофилов и западников – это спор о соотношении общего и особенного в мировой истории. Собственно говоря, одни слишком абсолютизировали теорию общего и говорили, да, как Боткин в письмах об Испании, что «все общечеловеческое мое, ибо я человек». Спасибо, спасибо. С другой стороны славянофилы, которые говорили о том, что Россия – это особый мир и так далее, но это, в общем, выходит. Но тогда получается, что нужно искать именно национальные приоритеты и национальные особенности этого всемирного процесса. Как не вспомнить Ключевского, который курс истории начинает именно с этого? А почему мы вообще изучаем историю отдельной страны, когда есть всемирная история? Хороший, кстати, вопрос, на который учитель истории России тоже можно поспрашивать. Он очень просто объясняет. Всемирная история – это общий процесс, а история конкретной страны – это то, как этот общий процесс применяется здесь, в этой стране, с этим народом, с этой религией, с этой культурой и с этим языком. Ключевский, в определенной степени, будучи, конечно, западником, учеником западника Соловьева, пытается эти направления примирить. Ну так можно искать эти искания и в Николаевском царствовании, и в Уваровской теории, и так далее. Более того, некоторые вещи, традиционные для Николаевской системы, просто при анализе материалов, кажется несколько странными. Ну вот, например, один из упреков Николаевской системы о засилье чиновников. То есть, ну, казалось бы, да, но это же воздействие мертвых душ Гоголя. Да, кувшины, рыло и так далее. Но меня еще в свое время удивлял вопрос. Говорят о том, что в России было засилие чиновников, и при этом в России была завалена десятка миллионов бумажных листов, и дело отправляли на подводах. Вопрос один. Либо чиновники вообще ничего не делали, либо их не хватало. И когда начинаешь смотреть, не читать, скажем, или тем более смотреть советские экранизации мертвых душ Гоголя, а просто смотреть статистику чиновников, то выясняется, что прав-то был Дмитрий Иванович Менделеев, который говорил, что Россия недоуправлялась. В середине 19 века в России на тысячу человек населения приходилось два чиновника. В Великобритании больше четырех. Ну, чтобы не сказать 4,2 человека, да, больше четырех. Во Франции почти пять. И более того, сама динамика бюрократического развития стран показывает, что Россия не лидировала, а отставала. К 1910 году число чиновников в России вырастает до шести человек с лишним, а в Англии уже до семи с лишним. Во Франции их становится восемнадцать чиновников на тысячу человек. В Германии больше двенадцати, в США больше одиннадцати. Получается, что я сошлюсь на последние работы, исследовали чиновников Людмила Писарькова из Института российской истории, и, конечно, уже ставшая классическая работа Бориса Николаевича Миронова по социальной истории России, такой знаменитый двухтомник, выдержавший три издания «Безумные споры» в Ленинградском отделении Академии наук, где он, Борис Николаевич, сказал, что «я пишу историю России без политики». Это действительно серьезный труд с цифровыми выкладками. И он приходит к этому выводу о том, что Россия-то, скорее, недоуправлялась. Самый бюрократический период своей истории России в два раза отставала от Австрии, Франции и Великобритании, уже не говоря от Советского Союза. То есть очередной парадокс, да, в год расправы с Мандельштамом, да, жалеют о том, что Николай простил Пушкина, и говорят, что он был лицемер. Трудно себе представить фразу, да, здоровый Мандельштам, доволен ли ты своим возвращением. То же самое. Число чиновничества в Советском Союзе превышало древолюционную Россию в 5-10 раз, но при этом в учебниках, естественно, в том же Федосовском и так далее, издевались над царской Россией, над кувшинными рылами, над чиновниками и бюрократами. Более того, если взять еще более конкретную визитную карточку эпохи, жандармов, да, вот эти мундиры голубые, вездешущие жандармы, когда у каждого, как вы знаете, если не синяя пшенель, то хотя бы синяя подкладка. Но исследования европейские, например, есть такая монография Клайва Элмсли, «Жандармы государственного управления Европы XIX века», приводит к тому, что число жандармов в России, я его цитирую, смехотворно, потому что для такой гигантской империи 5 тысяч жандармов – это практически жалкое число для такой империи, для этого масштаба поставленных задач. Потому что во Франции, которая тому времени уже отстает по населению от России, жандармов почти 20 тысяч, а в Австрийской империи 19 тысяч. Если в России и в Пруссии на 100 тысяч человек населения приходится 8 жандармов, то в германских государствах, таких как Саксония, их уже 10, в Ганновере 20, в Броншвейге 40, а в Баварии с Мюнхеном в центре 50 жандармов на 100 тысяч населения. Есть полная таблица, и мы видим, что Россия и даже по числу жандармов отстает. Но, слава Богу, удалось убедить людей в том, что, более того, оно относительно даже падает. Если взять две ревизии, восьмую ревизию 1835 года и девятую ревизию 1851 года, то население России растет, а число жандармов относительно падает. То есть 8,6 жандарма, извините, за деление людей полтора землекопа в 1836 году и 7,9 жандарма в первый год правления Александра I в 1861 году. Но, слава Богу, что сейчас уже все честно пишут, что страшное третье отделение состояло из 16 чиновников и выросло, как Кацев в своем учебнике пишет, оно выросло аж до 30. Мне очень нравится, выросло до 30. Между тем, даже здесь не произошло бюрократизации третьего отделения, потому что оно возникло не по мановению Бенкендорфа, а просто был банальный переход секретной канцелярии Министерства внутренних дел во главе с небезызвестным фон Фоком просто на новую службу в, собственно, его империарской величественной канцелярии. Причем там было 18 человек, а в третьем отделении стало 16. Ну, крючкотворство, скажете вы, но мы не видим роста чиновников даже здесь. Бенкендорф, видимо, а скорее всего фон Фок убрал двух самых бестолковых. А там действительно было бестолковое отделение. Это отделение в 1824 году не рассмотрело вообще ни одного секретного дела, а в 1925 одно единственное, и то не связанное с декабристами. Вот так работала секретная служба при Александре I. И, в общем, кстати говоря, да, поскольку целую книгу написала Бенкендорфе, нельзя не сказать, что реформа государственной безопасности вызывает такое же вздрагивание у многих преподавателей, как, помню, у одной узницы ГУЛАГа вызывало вздрагивание, когда переименовали, стала станция метро Лубянка. Она говорит, я каждый раз вздрагиваю. Вот сейчас, когда объявляется следующая станция Лубянка, так вот, с Бенкендорфом та же ситуация. А почему мы не говорим о системе реформирования государственной безопасности, если мы говорим не о сталинских сатрапах, а о нормальной системе, которая работает в любой нормальной стране? Тоже произошла очень странная вещь. Это реформирование или это создание, как было написано, органа по борьбе с революционной крамолой? Дело в том, что если посмотреть список дел третьего отделения, а также список задач, которые перед ним были поставлены, то мы видим, что ни по задачам, ни по статистике борьба с революционной крамолой в третьем отделении на первом месте не стоит. Просто благодаря легендарной книжке Лемке «Никанбаевские жандармы и литература» был создан такой образ, который делается достаточно простым приемом. Лемке, получивший доступ к архивам третьего отделения, напрал оттуда все страшное и антириберальное, напечатал, убрав все остальное. Скажем, третье отделение способствовало выходу в свет журнал «Отечественные записки». Был такой известный соиздатель Краевского Владиславлев, который в этом третьем отделении работал. И не потому, что это был какой-то провокационный орган, а просто потому, что это вот был такой факт. Так вот, если посмотреть, чем занималось третье отделение, сведения о честных существующих государствах разных сект и расколов. По нынешним временам, кстати, даже сейчас очень серьезная задача. Известие об открытиях по фальшивым ассигнациям монетным пэштемпелем. Это под пунктом 2. Фальшиво монетничество. Никакой политической крамолы. Под пунктом 3. Сведения подробные обо всех людях под надзором состоящих. Да, это, конечно, политическая полиция. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных. Политическая политика. Заведование наблюдательной хозяйственной всех мест заточения. Система исполнения наказаний. Причем большей части чиновники инспектировали, судя по делам третьего отделения. Обычные тюрьмы и содержание там заключенных, которое было ужасным, о котором они постоянно докладывали наверх. Все постановления и распоряжения об иностранцах в России проживающих. Обычная работа системы государственной безопасности. Ведомости обо всех без исключения происшествиях. То есть в данном случае статистика. Получается, что если вообще посмотреть объем дел, то там политические дела занимают в районе 5%. Все дела, которые обычно приведены в учебниках и монографиях, если пойти в архив и взять вот этот секретный архив третьего отделения, то выяснится, что все эти кунгуровские дела и так далее, их там всего 5-6, и они все выведены как пример. Еще один характерный прием, скорее риторический, чем научный. Вы говорите об ужасах третьего отделения, говорите, например, и потом перечисляете 5 дел, которые только в этом секретном отделении есть, выкидывая, например, дело о найденной записке с какими-то там антиимператорскими стихами, ну, потому что оно действительно является несерьезным. Более того, примерно в пропорциональном виде третье отделение занималось в равной степени делами о бунтующих крестьянах и делами о жестокости помещиков. То есть сама система безопасности внутри третьего отделения не была целью, да, целью расправы над несогласными и так далее. Это сильное привлечение современных учебников. И, кроме того, параллели показывают, что система безопасности работала везде и в разных странах довольно сильно эффективно. Про жандармов я уже говорил. Вот, кстати говоря, вот это то, чего не хватает. С одной стороны, совершенно понятно, что синтетический курс истории одновременно России и мировой цивилизации пока что, к сожалению, очень неудачный. Неудачный эксперимент в России. Хороших учебников я не видел, потому что они представляют собой просто какой-то салат нарезанных текстов. То из всеобщей истории, то из российской и так далее. Но вот это синхронное и дианхронное сравнение, скажем, того же Николаевского салата с ней вообще всей системы реформ и реформаторства в России крайне важно для понимания процессов, которые происходили. Потому что, конечно, расправа над декабристами является визитной карточкой Николаевской эпохи, наверное, да? Я уж не говорю о сфальсифицированной сцене с бросанием платка собачки в день казни декабристов. То есть, когда-то Фреллина рассказала об этой сцене, которая была совсем в другой день. Пушкин это записал, поскольку это подес на его воображение. И Дельману это очень понравилось. И в фильме «Звезда пленительного счастья» мы имеем сцену, которой в жизни не было, но которая, да, очередной лыков строку императору Николаю I. Если посмотреть камерфурьерские журналы и вообще поведение Николая в день казни, это абсолютно ощущение трагедии, переживания. Он закрылся, не было никаких выходов. И мать его Мария Федоровна говорила, ни с кем не общайся, это страшный день в нашей истории. Совсем другое поведение. Никакой собачки. Это один из трех основных мифов о Николае I. То есть, номер два, это, наверное, про жандармов не туда, но он уже давно разоблачен. Еще Лотман говорил, что, к сожалению, все это выдумки. И третий, наверное, о прямой линии, проведенной по линейке, которую очень любит рассказывать, да, и про палец император. Ну, как вы знаете, даже что, по иронии истории, то самое место, на котором якобы соскользнул карандаш Николая I, изображено на памятнике Николаю в Петербурге. Там как раз, когда железная дорога изображена, изображено инженерное чудо той эпохи. Веребьинский мост через огромный овраг, по которому идет поезд Николая. С этим мостом связан другой анекдот, что когда Николай ехал в Москву, решили рельсы покрасить, и поезды стали колеса проворачиваться на свежие краски. Но дело в том, что пальца-то не было, потому что достаточно посмотреть в архивах. Вот этот вот Веребьинский объезд был сделан только в 1870-е годы. Потому что к тому времени груженность поездов была такая, что боялись, что они с этого моста рухнут в этот знаменитый овраг. И тогда в 70-е годы сделали вот этот вот объезд, который был до начала 21 века. Сейчас снова новые технологии позволяют нам мчаться прямо, и этот кусок дороги – излюбленное место туристов. То есть никакого линования по линейке не было, но я видел даже работы выпускников в ГИК, которые на этом даже ехидные, злобные мультфильмы про Николая Первого делали. Ну уж я не говорю про такие мелкие легенды, как то, что Николай любил из всех музыкальных инструментов больше всех барабан. Потому что вроде бы правда, вам даже документы покажут. Вот смотрите, ссылка, там сборник Русского исторического общества, страница такая-то. Читаем. Боже мой, Николаю тогда было 7 лет. Ребенок послушал, как его 13-летняя сестра играет на фортепиано. Можно себе представить экзерсисы 13-летней девочки-подростка. И сказал, что он все это не любит, а больше всего любит барабан. Ну в 7 лет мало ли что скажет ребенок. Ну выводить из этого Николая там с отсутствием музыкального слуха и вообще делать какую-то его характеристику, на мой взгляд, совершенно невозможно. Во-первых, он играл, как мы знаем, на корнете, музыкальный инструмент, на котором неаполитанская песенка, например, исполняется. Во-вторых, Александр II говорил, что у отца был очень хороший музыкальный слух. Ну и уж если брать детскими свидетельствами, через два года после описанного случая с барабаном, когда приехал какой-то виртуоз-скрипач, Николай был настолько поражен, сказал, опять же, в 9 лет, что он хочет быть скрипачем. Никакой характеристик. Но тем не менее, что Николай любил барабан, мы совершенно точно читаем, и я знаю, что в Московском университете лекторы очень любят этот пример проводить. Но я отвлекся от идеи вот этого диахронного сравнения. То есть мы говорили о расправе над декабристами. Казалось бы, да, символ жестокости Николаевского царствования. Я не буду брать даже условия их жизни, то, что одна только Марина Николаевна Волконская получала ежемесячное содержание в два раза больше, чем Пушкин, работая в Министерстве иностранных дел. Но, если мы возьмем саму практику расправы над политическими движениями в самых цивилизованных европейских странах, то мы увидим, что там-то было еще и похуже. Практически симметричная ситуация в 1820 году произошла в Англии, когда умер король. И собрались заговорщики, которые собрались напасть на парламент и, соответственно, провести политический переворот. Естественно, их арестовали за намерение, потому что они даже на площадь Трафальгарскую не вышли. И что точно так же были не только повешены, но еще и... Да, они были, да, еще было, еще сначала были повешены, потом обезглавлены, уже мертвые. Ну, такая была традиция гуманная в Англии. Более того, если у нас декабристов, как вы знаете, рано утром стыдливы, вешали подальше на кранверке, чтобы никто не видел, то там это было массовое шоу. И когда всем этим изменникам во главе с Артуром Тистельвудом отрубили головы, то палач взял ее за волосы и, поворачиваясь к ликующей толпе, говорил, вот головал Артура Тистельвуда изменник. То же самое начало 20-х годов в Англии, то же самое заговор, те же самые пять человек казненных. О жестокости либеральной Англии никто не говорит, считается, что это совершенно нормально. Возьмем самую демократическую страну тому времени, Соединенные Штаты Америки, рабовладельческая республика, такой оксиомарон. В 1822 году в Чарлстене, около которого легендарный Форд Самтер находится, в 1822 году негры во главе с таким Денмарком Визи собираются организовать массовое восстание рабов, перебить всех белых, захватить корабли, уплыть на Гаити. Естественно, если их там уже не 13, а даже больше, предатель наверняка есть. Их всех арестовывают, потому что негр, участник этого заговора, их выдает за обещание ему свободы. И что? Больше 120 человек казнено. И поскольку, как вы знаете, американцы очень гордятся своей античной традицией, идущей от Римской империи, по традиции, идущей от Римской империи, их всех на крестах развешивают уже мертвых по дороге от Чарльстона. 1822 год. 131 человек обвинен, 65 осуждено, 2 умерли в заключении, точная статистика, чтобы не врать про 120 человек. Повешено публично 35 человек, в том числе Денберг Визи, и часть тел казненных рассечена и выставлена на всеобщее обозрение. А в России из тех же 35 человек, приговоренных к смертной казни Верховным судом, 30 человек остались живы. И большая часть еще и пережила Николая I. То есть, в данном случае, критика против Николая I очень часто оборачивается критикой против уже ушедшего в прошлое 19 века. Вот не видя эту общую картину, общую культурную картину человечества в целом, нам действительно кажется, что по сравнению с нами, просвещенными людьми уже 21 века, действительно какие-то дикие нравы. Но после этого идет вот это обобщение, что это дикие нравы Николаевской России. Ну так о Англии, Америке и так далее. Если говорить вообще о диахронных сравнениях, то мы столько ругаем Николая за Турцию больного человека Европы, я перехожу к Крымской войне. Мы ругаем его за то, что он предлагал англичанам разделить эту самую Турцию. Ну, казалось бы, да, действительно, какой безобразник этот Николай I. Ну, давайте посмотрим, чем кончилась Первая мировая война. Абсолютно то, что произошло по предложению Николая за маленьким минусованием России, участвовавшей в разделе Османской империи. Крит Англии, часть территории. Константинополь под временным контролем международных сил, точно так же, как предлагал Николай I. Северский договор, да, более жестоко расчленяет Османскую империю. Я уж не говорю про отдачу грекам побережья, после которой начала греко-турецкая война, да. Арнольд Тойнби, который был свидетелем того, как делили, был потрясен. Он видел, как Ллойд Джордж делит Османскую империю. Англичане, да. Месопотамия, да, нефть, растительная система. Месопотамию нам. Палестина, да, святая земля, асианизм. Это нам. Сирия, а что там в Сирии? Ладно, пускай останется французом. И точно так же, Лорд Джордж и Климансу в 18-м году, еще до Северского договора, точно так же делят Османскую империю. Но почему-то нам кажется, что Николай это делал неосознанно, а англичане и французы поступили справедливо. Так получается, что Николай еще за 50 лет до того видел, что Османская империя – это больной человек, который действительно, распад которого грозит системой войн. И он чуть ли не, ну это чуть ли не югославский вариант грозил после этого, да, Турции. Но почему-то кажется, что это было несправедливо, это было захватнически и так далее, и так далее. В то время как то, что реально в жизни сделали англичане и французы, кажется нормальным течением международных отношений. Вообще, надо сказать, что представление Николаевской эпохи, в свое время я наткнулся на гравюру, с которой знаменитый художник Савва Бродский рисовал свою иллюстрацию Гоголевской шинели. Но если вы помните эту иллюстрацию Савва Бродского, это такая мрачная ночь, огромные пустые улицы Серые Петербурга, над всем этим висит Николаевская шинель, и идет несчастный чиновник. Но это видение художника на основании Гоголевской шинели. А литография, с которой он срисовал, прекрасный вид на Троицкий собор через мост, причем Бродский Троицкий собор на всякий случай убрал, чтобы он там не отсвечивал. И дальше, прям по Евгению Аненину, да кто, он стоит купец, идет разносчик, набережный соизводчик, то есть совершенно нормальная жизнь Петербурга, и никаких ужасов, которые превратил Савва Бродский и Гоголь, кстати, эту Николаевскую империю, нет. Более того, да, я думал, что это общеизвестно, но когда приходится выступать, я привожу в примере, и выясняется, что не все знают, поэтому поделюсь вот источником написания Гоголевской шинели, литературные воспоминания Анненкова. Анненкова. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего липажевского ружья. В первый раз, как на маленькой своей латчонке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собой на нос, он находился, по ее собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густным тростником, через который он где-то проезжал, а все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уж не вставал, он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать бессмертельной бледности на лице. Все смеялись. Анекдоты, имевшем в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустив Гогол. Смотрите, вот для меня это различие истории, услышанной Гоголем и написанной в шинели, это истории реальной Николаевской России и той, которая преподносится в учебниках. То есть вот это вот совиные крыла Николаевской шинели, которых нет в реальности. Чиновник, который выздоравливает, друзья, которых у него нет, покупают ему это липажевское ружье, но и потом не шинель, а предмет роскоши. Вот это удивительное гоголевское сознание, которое еще по-прежнему очень многие считают реалистом, оно и создает тот область, вот ту шинель, из которой выходит не только русская литература, но и русская историография Николаевской России. Поэтому мне кажется, что и сама Крымская война не столько важна, а вот преемственность от Николая к Александру крайне принципиальна. Ну и последняя тема, судя по времени, которую я хотел обратить внимание, это в новом ОМК термин контрреформы «наконец-то взят в кавычки». Между тем, в учебниках, например, в учебнике Ливандовского, поскольку Андрей Анатольевич ученик, выпускник Московского университета, эта традиция остается по-прежнему. Очень удобное название для термина контрреформы, но дело в том, что, как вы знаете, в период Александра Третьего этого термина не было, придумано это было в либеральной историографии. И, кроме того, анализ вот этих самых контрреформ показывает, что действительно, собственно, не было никакого откатного движения назад, потому что снова всегда можно задать вопрос, если это были контрреформы, где крестьянская контрреформа? Если это были контрреформы, где судебная контрреформа? Где военная контрреформа? Так это же самые главные, основные. Получается парадоксальная вещь, что если мы начинаем смотреть проведение этих контрреформ, то мы видим совсем другую принципиальную основу, лежащую в политике, внутренней политике Александра Третьего. Это нельзя называть контрреформой, это точнее называть неким корректирующим курсом. 20 лет страна жила в эпохе реформы, это все равно, что 20 лет жить в постоянном ремонте собственной квартиры. Понятно, что накапливается усталость, понятно, что требуется какая-то корректировка и так далее, но стоит обратить внимание, что мы же говорим, что с 1866 года начинается консервативное направление Александровского царствования. Стало быть, это не Александр Третий придумал, а это идет общий откат от чрезмерно забранных, чрезмерно забранных, да, чрезмерно либеральных направлений, которые потом приходилось корректировать. Ну, например, говорят, да, что Александр Третьим был ограничен доступ в суды. Да, конечно, потому что были ограничены доступы в суды, как вы помните, по политическим делам, потому что судебные скамьи использовались революционерами-народниками в качестве агитационных. Более того, естественно, были запрещены доступы на открытые заседания там, где разбирались дела с повышенной жестокостью, скажем там, и так далее, и так далее. Если же говорить, скажем, о той же судебной реформе, то не надо забывать, что в 1885 году именно Александр Третий подписывает указ о распространении судебных реформ на Сибирь. Как же говорить о том, что это были контрреформы и откат назад? Как раз наоборот, происходит некая система корректировки, когда вот эти вот работающие учреждения начинают нарабатывать, начинают показывать, что существуют проблемы, которые нужно решать. В этом смысле нужно относиться к земским, к изменениям, к ведению института земских начальников и так далее, потому что это упорядочивает систему государственного контроля. Да, государственное, безусловно, да, государственно-консервативное направление и ужесточение государственного контроля, да, но не контрреформа, потому что контрреформа – это откат назад. У Александра Третьего не было желания отката назад. И если мы даже смотрим позицию Победоносцева, да, такая легендарная фигура, то мы видим, что он иногда выступает в защите университетского устава 1963 года против введения, да, устава 1984, потому что ему кажется, что уже существует традиция и не стоит ее ломать. К контрреформам относят, скажем, уменьшение числа студентов в гимназиях, гимназистах на тысячу человек, но никто не замечает, что на 30% выросло число учеников реальных училищ. То есть происходит просто другая система. Ну, конечно, но это же не контрреформа, это система ужесточения государственного контроля, сословного. То есть кухаркины дети, да, согласен, указ о том, что об ограничении доступа детей-изводщиков и так далее. Да, это сословная политика Александра Третьего. Но это же не контрреформа, это как раз стремление вот... Да, да, ну вот с ЕГЭ серьезная проблема. Тут, знаете, так же дают правила дорожного движения. То есть предпределатель говорит, вот здесь ошибка, но вы должны ответить с ошибкой, иначе у вас будет минус балл. 1984 год, да, тоже государственный контроль. То есть как раз после, в 1963 году, и что мы получили? Мы получили студентов, которые идут в революцию, что до 70% участников революционного движения 60-х годов студенты. Естественно, государство берет под контроль университеты, это и государственные формы 1984 года, чтобы ограничить возможность вот этого революционного движения. И мы видим, уже с 1981 года профессионально революционеры уже не студенты, то есть меняется несколько статус. Ну то есть это можно назвать... Я же не говорю о том, что Александр Третий был либералом, например, или что он стремился раскрепостить сословия. Я говорю о том, что он как раз брал под государственный контроль, но его целью отката назад не было. Это было как раз вот как бы витки. То есть общество при Александре Первом и при Александре Втором принимает большее участие в реформировании. А Николай Первый и Александр Третий, я все рисую эту цифру 19, да, они как раз попытаются усилить роль государства, когда видят, что общество чрезмерно берет на себя свои обязательства. То есть вот эти волны, о которых мы говорим, да, это либерализм и консерватизм в государственной политике, стремление к привлечению общества. Да, я думаю, такая была политика Александра Третьего, что действительно... Ну ведь Пушкин говорил, государственный единственный европейец в России, и еще при Николае, еще Бенкендорф Первый, кстати, сказал, что у нас правительство стояло впереди общества, оно вело его за собой. И у нас сейчас так же, а Карамзин говорил, что у нас всегда так было, что у нас сильная государственная власть идет впереди общества. Ну, собственно говоря, да, время уже заканчивается, не знаю, нужны ли какие-то вопросы, если вы зададите, я отвечу. Если нет, то спасибо за внимание. Спасибо. Леонид Михайлович Лишенко? А, ну вот у него вышло очень хорошее, он много пишет, Жизела у него вышла в 2014 году в Малой Сирии биография Александра Первого. И он как раз, хотя это, ну, биография для массового читателя, но он все приводит в историографический обзор, в одной из последних глав, он как раз и рассказывает вот эту эволюцию, систему оценок самого Александра, о главной его реформационной программе. Начиная там от сенатора Фишера, от людей, которые уже знали Александра Первого, через либеральную историографию, через Преображенского, его монографию, общественного движения, и вплоть до последних работ, и в свою точку зрения, для Мироненко и так далее, приводит. Мне кажется, вот такой очень хороший обзор, потому что он короткий, непонятный, на самом деле. Говорите, свои книги. Мои, пожалуйста. Вот я вам скажу, что было два издания Бенкендорфа в серии Жизела, вот уже вышло второе, это у меня первое. То есть 10 тысяч тираж, я действительно очень много пропагандарных книг занимаюсь. А Миронид Михайлович, что Миронид Михайлович? Я просто говорю о своих книгах. Вот Бенкендорф, было в прошлом году второе издание, но оно до сих пор продается, очень хорошие отзывы. Мы сняли фильм, который шел на культуре, называлось «О бедном жандарме, замолвите слово». Я просто, действительно, фигур такая черная была, и мне всегда было интересно разрушать мифы. Когда я стал заниматься, добрался до его мемуаров, заросших пылью архивной, сейчас их, правда, слава Богу, издали, но когда я работал, приходилось разбирать рукописный французский текст. И вторая книга о Николае Первом, тоже в малой серии, в большой вышла книга Выскочкова, я ее считаю таким сборником материалов биографии Николая Первого. А я как раз пытался создать что-то вроде путеводителя по Николаевской эпохе, как раз разбирая здесь самые популярные мифы о том, что он родился не от Павла, потому что совершенно на него не похож до пальца императора, до жандармов не туда, до барабана и так далее. И пытаюсь как раз провести идею о том, что Николай Александр Второй мы должны рассматривать в преемственности, потому что Николай видел сына и во многом. Ну и вот этот учебник, это вышел в инфраэм, это второе издание Дрофинского учебника 2005 года, курс лекций для неисториков, гуманитариев. Но зато здесь есть историографические обзоры, и я тоже пытался сюда вместить какие-то современные подходы, документы, материалы и так далее. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.